ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люди отдыхают так, катаются. Высокий уровень тестостерона, позерства или глухота. Сложно сказать, что движет людьми, которые так отдыхают и катаются. Любители порычать устанавливают нестандартные глушители, так называемые прямотоки, что делает их машины и мотоциклы очень громкими, заметными, особенно в ночное время. Согласен, да. Можно было бы и потише. Но в целом, вот в такое время, до 11, до 12 можно. Как вы думаете, это привлекает девушек? Не знаю, честно. У меня такого нет. Я думаю, уже нет. Ну вот автобусы, которые ездят, тоже громкие, нет? Артем и Сергей ностальгируют. Еще 20 лет назад вечерняя жизнь в Барнауле казалась им гораздо размереннее. Не было такого количества машин. Люди как бы были не такие толстые, как сейчас, допустим, были худые, нормальные люди были. Нормально, спокойно все куда-то шли, там постепенно эти «Жигули» ехали, никому не шумели. Просто сидишь на лавочке, они проезжают. Вот сидим, разговариваем, даже не слышно, вот неприятно. Ни интервью дать, ничего даже вот так. Ну. Но вас раздражает. Очень даже, да. Ежедневно, чтобы Артем и Сергей могли услышать друг друга, сотрудники ГИБДД измеряют шум автомобилей в городе. Все, что выше 96 децибел, уже не норма. Составляется административный материал, водителю выписывается штраф в размере 500 рублей. Всего за этот год составлено 69 административных материалов за превышение шума. Депутат Госдумы от Краснодарского края на днях вообще предложила лишать прав водителей, которые любят пошуметь на ночных улицах города. Ведь они осознанно идут на нарушение, осознанно что-то менять в своем автомобиле. Да и на самом деле копеечный штраф в 500 рублей никого не пугает. Ведь тюнинг выхлопной системы стоит в разы дороже. И станет ли кто-то из-за штрафа в 500 рублей менять свой глушитель, ну это большой вопрос. В краевом парламенте считают, что лишение прав слишком жесткая мера. Шум и изду в пьяном виде нельзя поставить в один ряд. А вот пересмотреть сумму штрафа стоит. Я думаю, что законодатель федеральный должен при рассмотрении нового уже варианта КОАП, а он в этом году должен, по идее, в осеннюю сессию был принят, потому что обещали о том, что с 1 января 2021 года мы будем жить уже с новым кодексом административных правонарушений. Я думаю, что санкции, конечно, уже будут другие. Тогда, возможно, и Ленинский проспект будет не только гоночной трассой, но и местом, где можно сделать свой карман существенно легче. Ирина Корчагина, Илья Халяпин. День с толком.